Здарова, донкаты, с вами Алексей Семилен. Мы продолжаем реставрировать мои старые ролики про подсобку. И сегодня мы изучим с вами упражнение «Рубок из ямы». Для этого упражнения нам потребуется следующий момент. Специальная подставка и, наверное, резинки по сторонам, для того, чтобы регулировать именно высоту. Потому что у каждого из нас разные рычаги, разные антрополентарии. Соответственно, нужно подобрать по своей высоте. Если у вас нет такой подставки, специально взяли, то это невиданно. Будут любые диски. Ставьте два диска, только с запасом на ширину, чтобы еще ноги разбрасывались. И, соответственно, можно работать. В принципе, как правило, две пятнашки, две бардеры десятки вполне достаточно по высоте. Я отрегулирую для себя следующим образом. Я еще подложил под сторонам такой подставки две резинки. Для меня это как раз комфортная высота, по которой я могу держать правильный угол. Это упражнение создано для того, чтобы учить правильного новичка держать угол в съеме. Именно, чтобы работали бедра, а не убивался таз. Распространенная ошибка, самая распространенная, это убивание таза к старту. На человек, на старта, снимая штангу, поднимая таз. Соответственно, теряются все правильные углы и штангу либо вообще невозможно вырвать, либо можно вырвать с большим риском травмы. То есть прыжком вперед или оставить ее впереди, можно повредить ключевой пояс. Ну, в общем, это неприятно. Поэтому мы можем сразу же работать правильно ногами. Данное упражнение как раз таки так создано, что по-другому здесь и не вырвать, в принципе. Занимаем правильное стартовое положение. В данном видео вы увидите все технические нюансы и методические рекомендации к данному упражнению. Смотрите внимательно. Примите стартовое положение. Поясница прогнута, опора на полную стопу, плечи накрывают гриф. Гриф плотно прижат к голени. Начните плавный съем, ощущая, что всю нагрузку взяли бедра, преимущественно передняя их часть. Если вы все сделали правильно, то в позиции гриф на уровне колен у вас должен остаться упор на полную стопу, ноги еще полностью не выпрямлены и плечи накрывают гриф. Обведя колени, подводите штангу как бы под живот, при этом все еще сдерживая спину от полного распрямления. Доведя гриф до точки окончания подрыва, полностью выпрямите ноги, синхронно со спиной, при этом как бы вытягиваясь вверх, а не откидывая плечи назад. Свершите уход под штангу, разбрасывая ноги и жестко принимая снаряд в седе. Более подробно об уходе вы узнаете по ссылке в правом углу видео. Зафиксировав снаряд, встаньте из седа. Новичкам данное упражнение я рекомендую включать в тренировки примерно раз в две недели, ввиду загруженности ног в данном упражнении. Старайтесь выполнять его со средними весами до 70% на технику, сохраняя правильные углы по 2-3 повторения в 4-5 рабочих подходах. Благодарю вас за внимание друзья, всем желаю удачи, здоровья и новых рекордов. Продолжение следует...